Всем привет! С вами Светлана Ата. В этом видео мы с вами приготовим турецкий суп эзогелин. Эзогелин суп это очень питательный, очень вкусный и легкий в приготовлении. Его назвали в честь турецкой невестки Эзо из Газиантепа. Этот суп можно также применять в детском питании. Состоит он из следующих ингредиентов. Из красной чечевицы и булгура. Булгур я сейчас уже посмотрите залила кипятком. Вот такой стакан нужно взять красной чечевицы на 5 стаканов воды и полстакана булгура. Дальше нужно взять вот такую луковицу и зубчик чеснока мелко нарезать и обжарить в масле растительном и добавим обязательно туда сливочное масло. В кастрюльку наливаем растительное масло, добавляем столовую ложку сливочного масла, добавляем лук, чеснок, прожариваем. Так вот лучок пожарился, мы добавляем пол ложечки томатной пасты и пол ложечки бибер из перца красного. Тут же в Турции делают вот две такие пасты салча, называется по-турецки. Прожариваем. Сейчас добавляем промытую чечевицу красную и прожариваем с лучком чуть-чуть. Немножко прожарилось, прибавляем огонь и добавляем литр воды. И вот в конце нужно добавить мяту. Закипит и добавим мы булгур промытый. Так, как только закипело, добавляем промытый булгур. Вот столько соли. Да, попробовать потом надо будет во вкус. И будем ждать, пока проварится это булгур и чечевица. Сейчас можно добавить тимьян, чайную ложку, черный перец. Я люблю все острое, так как я с Грузией, я люблю острое. Мои хорошие. Мой ашкин немножко вредный такой. Не любит ни аджику, ни ткемали грузинская. Вы знаете, что я тоже здесь уже отвыкла от этого ткемали и от всего. Вместо ткемали они же увеличивают аппетит, усиливают. Поэтому лучше заедаю все салатиками. Рыбу раньше без кемали мы не ели в Грузии. Ну вот и столько красного перца так, чтобы немного было для моего ашкина. Ну, а в конце такую мяту я покупаю на базе листья, засушила и в блендере перемолола. Пол чайной ложки тоже. Вы знаете, что мой ашкин не любит мяту. У него была такая история в детстве. Смешно так было вообще. Я расскажу сейчас вам. Пока наш суп варится, я вам расскажу одну легенду, историю из детства моего мужа, почему он не любит и ненавидит мяту. Так как у них отец был учителем, они переезжали очень часто из одной деревни, другой, другую, жили по несколько лет там. И вот это касается такого раннего возраста моего мужа. Наверное, ему было лет 6-7, наверное. Четвертого брата еще не родился. И они, значит, втроем, две сестры и брат, пошли гулять. И зашли далеко. Зашли далеко, гуляют, гуляют. И так много времени, так настолько заигрались, что прошло очень много времени. Естественно, они проголодались. И вот, когда они, значит, проголодались, дети маленькие, хочу кушать, хочу кушать, начали плакать. А старшая сестра, она, значит, сказала, а вокруг было много мяты. И она сказала, не надо плакать, кушайте мяту. И мой муж тогда столько мяты наелся, столько наелся, что, она говорит, весь желудок заполнил это мятой, и после того случая, она вообще не переносит мяту. Ни на вкус вообще не может. И когда даже я покупаю на рынке мяту свежую, он противник этого. Ну, видите, как пригодилось, я ее высушила, и сейчас вот сделаю супчик. И супчик он разрешает так, но в свежем виде он ее ненавидит. Ну, так вот, сейчас скоро будет супчик готов. Посмотрим, какой же он вкусный получился. Мои хорошие! Суп из огелин. Такой красивый вышел. Смотрите. Видите? Всем приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok